Даня очень улыбчивый мальчик, добрый, контактный. Он любит играть в машинки и гулять со своей бабушкой. Дане 6 лет и у него тетропорез, тяжелая форма ДЦП, форма при которой не функционируют обе руки и обе ноги. Даня у нас родился на 35-36 неделе, как бы недоношенный. Роды были очень тяжелые, ребенку было сломано плечо, кровоизлияние у мозга, без воды, асфиксия была мозга, поврежден был мозг. По шкале Абгара врачи оценили Даню на 1 балл, тогда как норма для новорожденных начинается с 7. Ребенок был еле жив. В 9 месяцев ему поставили диагноз. С тех пор семья старается, по их собственным словам, по осколкам собрать мальчика. До прошлого года Даня даже не ползал. Тогда Ольга Яковлевна отвезла его в город Волжский, Волгоградской области. Там лучший в стране физкультурно-оздоровительный центр для детей с ДЦП. У мальчика сразу наметилась положительная динамика. Я думаю, что чисто мы с вами, он говорить не будет. И совсем он, то есть, здорово, ну может быть, ходить будет, он должен ходить, мне сказали, но может быть, как-то не очень, ну красиво так, но ходить как бы должен. В здании сейчас занимается логопед. Учит его читать и произносить звуки. Бабушка водит мальчика на ипотерапию, ежедневно занимается с ним лечебной физкультурой. Скоро нужно снова отправляться в Волжский. Курсы реабилитации в этот раз займет полгода. Для более тяжелых детей такой мощной, интенсивной реабилитации нет, я считаю. И транспорту очень сложно, куда-то добраться таким ребенком. Хотелось бы, чтобы автобусы были более поспособленные, такие низкие, чтобы сразу с колясочкой раз и зайти можно было в автобус. Добраться очень сложно, куда-то ехать. В основном берем такси. Справляться с трудностями Ольга Яковлевна привыкла. Деньги на лечение всегда собирала собственными силами. Работала она и дочь. Сейчас Ольга Кондакова пенсионерка. Ее дочь умерла от рака в прошлом году. Больше им помочь некому. Папа ушел, когда Даней было два с половиной года. Ну, наверное, трудности. Как всегда, пугают мужчин наших. У него же другая семья. Мы вот, Даня и я, вся наша семья. Ольга Яковлевна посчитала, что на курсы реабилитации нужно около 150 тысяч. Создала группу в социальной сети, где просят о помощи. Люди откликаются, не остаются равнодушными к чужому горю. Перечисляют деньги, дарят игрушки. Но пока средств не хватает. А лечение больше откладывать нельзя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова